Что бесит водителей? Бесит, когда промываешь лобовое стекло и остаются маленькие комочки, как какие-то блинцопли, которые никак не убираются. Да и с каким бы там напором и какого бы элитного качества не была бы омывашка, через километров пятьдесят по-любому придется останавливаться, чтобы протереть лобовуху от засохших мошек и разводов. Бесит, когда забыл, что зима близко или уже далеко, но морозы до сих пор еще лупят по ночам или по утрам, а в бачке омывателя лобовухи залито лето. Как итог, на утро этот бак просто треснет. Бесит обочечники. Кто ездит с запаской? Вот я всегда езжу с запаской, даже по городу, но вот недавно приезжал в другой город, загрузил всю машину и пришлось вытянуть запаску. Останавливает меня патруль. И не проверили, есть ли у меня запаска или нет, а могли бы проверить. Так что всегда возите с собой запасное колесо, как бы оно вас не бесило. Бесит, что зимой надо прогревать машину и сидеть в ледяной тачке минимум еще минут пять. Конечно, я себе поставил автозапуск, но до сих пор помните чудесные моменты каждое утро. Бесит, когда водятел остановился у обочины, но не включил аварийку. Козлы такие водители. Бесит прохождение таможни. В такие моменты к тебе отношения, будто ты какой-то террорист. Бесит узкие дороги, когда приходится заезжать чуть ли не в кусты, чтобы разменуться или сдавать назад. Бесит, когда тебя кто-то подпирает. Хорошо, конечно, что под лобовухой есть номер телефона. Позвонил, а потом еще ждешь минут 20-30, пока он проснется, оденется и выйдет, отгонит свое корыто. Бесит, что твое любимое парковочное место возле твоего дома занял какой-то неместный. Бесит, когда на светофоре только загорелся зеленый и позади уже кто-то сигналит. Бесит, когда на светофоре уже загорелся зеленый, а впереди тачка какая-то стоит и не едет, приходится сигналить. Бесит, когда на зеленой стрелке на поворот стоит какой-то олень в ожидании проехать прямо. Бесит ксенонщики. Ночью слепят так, что приходится моргать дальним. Так они, гады, в ответку тоже врубают дальний. Бесит вождение зимой, когда у тебя дорогущая шиповочка, система стабилизации и прочие фичи. Проехал один километр и тебя занесло в сугроб. А рядом проносится Нива под 100 километров в час и хоть бы что, на летней резине. Этот пункт меня просто разрывает. Представьте, двигаете вы по дороге километров 90 в час. Впереди видите, едет фура, которую пытается обогнать, скажем, три легковых автомобиля. Но с учетом плотного встречного движения, редко кто может сделать обгон. Вы догоняете цепочку и становитесь четвертой машиной, движущейся примерно километров 50 в час. За вами также выстраивается очередь далее. Пятая машина, шестая и так далее. По логике вещей, из тех трех автомобилей, которые двигаются за фурой, первым должен сделать обгон самый первый автомобиль, который расположен к фуре. Обогнал этот первый автомобиль, затем обгоняет вторая машина. Потом третья и далее уже я, включая левый поворот. Но тут позади меня вырывается черная BMW и круто делает двойной обгон. Как же раздражают такие диарейщики. Или еще наподобие ситуации. Вы двигаете все такой же очереди за фурой. Перед вами машин 5 едет и позади вас еще штуки 3. Даже первый автомобиль после фуры не может совершить обгон, ведь встречное движение очень плотное. И вот несколько секунд встречки нет. Ехавшая позади вас какая-то Ауди резко совершает обгон без поворота и прет по встречке далее. Как вдруг на него из-за бугра мчится КамАЗ. Этот герой на Ауди, обоссавшись, включает правый поворотник, уже включает поворотник. И просится, чтобы ему дали место втиснуться. Ведь еще пару секунд и явная смерть. Вся цепочка притормаживает и Ауди вщемливается в цепочку. И что вы думаете, как только снова появляется окно на несколько секунд, Ауди снова вслепую без поворота вырывается вне очереди и несется опять по встречной полосе. Встречали таких талантливых тюленей? Я каждую длительную поездку таких вижу. Бесят машины с механической коробкой передач. Первая моя тачка была на ручке. До сих пор помню этот ужас. Это просто жестко бесит. Когда поехал в какой-то город, в какой-то области, к каким-то родственникам. Хорошо, что есть навигатор, который в самый подходящий момент перестает работать. И приходится ехать под дорожным знаком. А что еще хуже, по незнакомой тебе дороге. Где твой спасительный голос не подскажет, через сколько метров тебе нужно будет свернуть. По знаком едете, едете, вроде уже и сама оценка поняла, что я без навигатора уже спец. И тут впереди знак объезд. Бесят мотоциклы, гоняют как им захочется. Бесят велосипедисты, ездят как им захочется. Бесят пешеходы, ходят где им захочется. Ненавижу параллельную парковку. Я лучше запаркуюсь где-то за следующим домом, но только не параллельную парковку. Бесят пробки. Бесят, когда едешь себе спокойно, а тебе позади постоянно мигает, чтобы ты пропустил. И так уже почти по обочине плетусь. Потом замечаешь, что у меня открыт багажник. Бесят, когда едешь на две полосы. А в левом ряду кто-то еле тянется. Ты ему мигаешь дальним, чтобы съехал в правую полосу. По правилам ПДД. А тот так и продолжает ползти в левой полосе. Решаешь его уже справа передить. И в этот момент он без поворота резко дергает в правую полосу. Бесят уродцы, не включающие поворотники. Товарищи водители. Даже если вы едете по жилой зоне, где все машины стоят и не двигаются. И вы сами еле едете. И надо свернуть направо, включайте правый поворот. Ведь там ходят люди. И им легче ориентироваться, куда правильнее пойти, когда вы включите поворотник. Бесят, товарищи мудаки, не включающие поворотники при выезде с кольца. Бесит, когда едешь где-то там, где ямы по колено. И не ловит ни одной радиостанции. Бесит, когда едешь где-то там, где не ловит ни одной радиостанции. И там ямы по колено. Бесит, когда паркуются, как косые уроды. Бесят, когда пропустил нужный поворот и приходится петлять километров пять, чтобы развернуться, не нарушая ПДД. Бесят кожаные сиденья зимой, холодно. Бесят кожаные сиденья летом, вся жопа в мыле. Но купить тачку на тряпке, я чё, бомжары что ли? Бесят, когда твоя ласточка на ремонте и приходится ездить на общественном транспорте. Любого водилу раздражают сложные пересечения дорог, будь то даже простенький перекресток или круговое. Бесят, когда позади тебя кто-то едет слишком близко к твоей ласточке. Бесят, когда едешь по пустой дороге, а какой-то чувак постоянно едет за тобой и даже не собирается обгонять. Бесят, когда обогнал с десяток фур, останавливаешься сбегать в кусты и теперь по новой всех их обгонять. Страшно бесит, когда кто-то попросился прокатиться на твоей ласточке и начав движение говорит, «Я вот как чувствовал, что умру не в старости». Бесят, когда уже вот-вот твой поворот или съезд, а тебя не пропускает перестроиться в нужную полосу, а сзади уже сигналит. Бесят гонщики, которые думают, что дорогу построили специально для них. Бесят постоянное переживание, что ты сейчас в кого-то врежешься, или в тебя кто-то впишется, или ты съедешь с дороги и тебя занесет, или что у тебя пробьется колесо, или бензин закончится далеко от заправки, или страх что-нибудь не увидеть впереди, сзади, слева или даже справа. Бесят, когда останавливают ДПСники. Бесят сдавать задним ходом. Бесят, когда хлопают дверью. Бесят, когда пассажир справа от тебя кладет руку на твой подлокотник. Бесят, когда пассажир справа от тебя расставляет свои ноги так, что касается коробки передач. Или когда я, приключая скорость или включая заднюю, касаюсь ноги правого пассажира. Бесит, когда пассажир, сидящий позади тебя, пинает коленями твое кресло, или дергает за руку или плечо, чтобы что-то сказать. Ещё бесит, когда тебе кто-то что-то говорит при сложном манёвре. Бесит, когда кто-то переключает твою любимую песню. Да блин, чувак, это моя тачка, купи себе свою и переключай там песни. Пап, что с тобой? Бесит, когда при движении кто-то говорит, о, это что за кнопочка? И нажимает на электроручник. Бесит, когда тебя начинают учить водить. Не спеши, давай быстрее, не дёргай, давай обгоняй этого рода с мигалкой. Бесит, когда в твоей машине устраивает столовую. Бесит, когда в плохую погоду при посадке в автомобиль не стряхивают ноги. Бесит, когда заглядывает в бардачок посмотреть, что там прикольного такого. Бесит, когда рядом идущие люди или едущие люди заглядывают тебе в машину. Бесит, когда рисуют на запотевшем стекле. Очень мешает, когда выезжая на главную дорогу с поворотом направо, пассажир наклоняясь вперёд пытается посмотреть, когда можно будет ехать. Он видит, что никого нет, но я не вижу. И даже когда он скажет, что никого нет, можешь поворачивать, я всё равно поворачивать не буду, потому как я не уверен в нашей безопасности. Бесит, что каждые 8 тысяч километров надо менять масло в двигателе. Вроде очевидная вещь, но так уже надоело. Бесит, когда выбрасывают мусор из машины. Типичная ситуация. Вы подъехали к заправке и встали в очередь за машиной, которая уже заправляется. Через пару минут сотрудник АЗС повесил пистолет, закончив заправку. Вот только владелец как-то долго не возвращается. Проходит 1 минута, 2-5. Через 10 минут из здания АЗС выходит владелец, доедая хот-дог и допивает своё кофе. Бесит. Вы едете по улице, перед вами автомобиль, где включается левый поворотник. Вы останавливаетесь, чтобы его пропустить, но тот ни с того ни с сего поворачивает направо. Или вообще автомобиль с включённым поворотником так и будет ехать прямо. Бесят товарищи, громко слушающие музыку в автомобиле. Вы вроде тоже едете и слушаете музыку, но рядом едущая машина почему-то всегда раздражает. Бесят водители, которые резко тормозят без особых причин. Или маленькую кочку увидели, или голубя, переходящего дорогу. Бесят водители, стоящие на светофоре, на парковке. Такие товарищи-мудаки, тихо и мирно открывают дверь, плюют и также спокойно дверь закрывают. Что бесит вас, как водителя? Пишите в комментариях, я сделаю вторую часть.